Бытие 37 глава Иосиф Сноп встал и стал прямо И вот ваши снопы стали кругом И поклонились моему снопу И сказали ему братья его Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более За сны его и за слова его И видел он еще другой сон И рассказал его отцу своему И братьям своим говоря Вот я видел еще сон Вот солнце и луна и 11 звезд Поклоняются мне И он рассказал отцу своему и братьям своим И побронил его отец его И сказал ему Что это за сон который ты видел Неужели я и твоя мать и твои братья Придем поклониться тебе до земли Братья его досадовали на него А отец его заметил это слово Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем И сказал Израиль Иосифу Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди я пошлю тебя к ним И он отвечал Вот я Израиль сказал ему Пойди посмотри здоровы ли братья твои И цел ли скот И принеси мне ответ И послал его из долины Хевронской И он пришел в Сихем И нашел его некто блуждающим в поле И спросил его тот человек Говорят чего ты ищешь? Он сказал Я ищу братьев мои Скажи мне где они пасут? И сказал тот человек А они ушли отсюда Я слышал Как они говорили Пойдем в Дафан И пошел Иосиф за братьями своими И нашел их в Дафане И увидели они его издали И прежде нежели он приблизился к ним Стали умышлять против него Чтобы убить его И сказали друг другу Вот идет сновидец Пойдем теперь и убьем его И бросим его в какой-нибудь ров И скажем что хищный звер съел его И увидим Что будет из его снов И услышал сия Рувим И избавил его от руки их И сказал Не убьем его И сказал им Рувим Не проливайте крови Бросьте его в ров Который в пустыне А руки не налагайте на него Сия говорил он С тем намерением Чтобы избавить его от рук их И возвратить его к отцу его Когда Иосиф пришел к братьям своим Они сняли с Иосифа одежду его Одежду разноцветную Которая была на нем И взяли его И бросили его в ров Ров же тот был пуст Воды в нем не было И сели они есть хлеб И взглянув увидели Вот идет из Галаада Караван измаильтян И верблюды их несут Стераксу, Бальзам и Ладан Идут они отвезти это в Египет И сказал Иуда братьям своим Что польза Если мы убьем брата нашего И скроем кровь его Пойдем продадим его измаильтянам А руки наши Да не будут на нем Ибо он брат наш Плоть наша Братья его послушались И когда проходили купцы Мадиамские Вытащили Иосифа изо рва И продали Иосифа измаильтянам За двадцать серебряников А они отвели Иосифа в Египет Рувим же пришел опять к рву И вот нет Иосифа во рве И разодрал он одежды свои И возвратился к братьям своим И сказал Отрока нет, а я Куда я денусь И взяли одежду Иосифа И закололи козла И вымарали одежду кровью И послали разноцветную одежду И доставили к отцу своему И сказали Мы это нашли Посмотри Сына ли твоего Эта одежда или нет Он узнал ее И сказал Это одежда сына моего Хищный зверь съел его Верно Растерзан Иосиф И разодрал Яков одежды свои И возложил в ретище На чресла свои И оплакивал сына своего Многие одни И собрались все сыновья его И все дочери его Чтобы утешить его Но он не хотел утешиться И сказал С печалью сойду к сыну моему В преисподнюю Так оплакивал его Отец его Мадянитяне же Продали его в Египте Патифару Царедворцу Фараонову Начальнику телохранителей Бытие Глава 38 В то время Иуда отошел От братьев своих И поселился Близ одного Адаламитянина Которому имя Хир И увидел там Иуда дочь Одного Хананиянина Которому имя Шуа И взял ее И вошел к ней Она зачала И родила сына И он нарек ему Имя Ир И зачала опять И родила сына И нарекла ему Имя Онан И еще родила сына Третьего И нарекла ему Имя Шела Иуда был в Хизиве Когда она родила его И взял Иуда Жену Иру Первенцу своему Имя ей Фомарь Ир Первенец Иудин Был не угоден Перед очами Господа И умертвил его Господь И сказал Иуда Анану Войди к жене Брата твоего Женись на ней Как деверь И восстанови Семя брату твоему Анан знал Что семя будет не ему И потому Когда входил К жене Брата своего Изливал семя На землю Чтобы не дать Семени Брату своему Зло было Пред очами Господа То что он делал И он умертвил И его И сказал Иуда Фомарь Невестке своей По смерти Двух сыновей своих Живи вдовое В доме отца твоего Пока подрастет Шела Сын мой Ибо он сказал В уме своем Не умер бы и он Подобно братьям его Фомарь пошла И стала Жить в доме отца своего Прошло много времени И умерла Дочь Шуи Жена Иудина Иуда Утешившись Пошел Фомну К стригущим Скот его Сам Ихира Друг его Долометянин И уведомили Фомарь Говоря Вот Свекор твой Идет В Фомну Стричь скот свой И сняла На себя Одежду Вдовства Своего Покрыла Себя Покрывалом И закрывшись Села У ворот Энаима Что На дороге В Фомну Ибо Видела Что Шела Вырос И она Не дана Ему В жену И увидела Ее Иуда И почел Ее Заблудницу Потому что Она закрыла Лицо свое И не Узнал Ее Он Поворотил К ней И сказал Войду Я К тебе Ибо Не знал Что Это Невестка Его Она Сказала Что Ты Дашь Мне Если Войдешь Ко Мне Он Сказал Я Пришлю Тебе Козленка Из Стада Моего Она Сказала Дашь Ты Мне Залог Пока Пришлешь Он Сказал Какой Дать Тебе Залог Она Сказала Печать Твою И Перевязь Твою И В руке Твоей И Дал Он Ей И Вошел К ней И Она Зачела От Него И Встав Пошла Сняла С себя Покрывало Своё И Оделась В одежду Вдовства Своего И Уда Послал Козленка Через Друга Своего Отдал Митянина Чтобы Взять Залог Из Руки Женщины Но Он Не Нашел Ее И Спросил Жителей Того Места Говоря К Иуде И Сказал Я Не Нашел Ее Да И Жители Место Того Сказали Здесь Не Было Блудницы И Уда Сказал Пусть Она Возьмет Себе Чтобы Только Не Стали Над Нами Смеяться Вот Я Посылал Этого Козленка Но Ты Не Нашел Ее Прошло Около Трех Месяцев И Сказали И Говоря Фомарь Невеска Твоя Впала Но Когда Повели Ее Она Послала Сказать Свекру Своему Я Беременна От Того Чьи Это Вещи И Сказала Узнавай Чья Это Печать И Перевязь И Трость И Уда Узнал И Сказал Она Правее Меня Потому Что Я Не Дал Ее Шеле Сына Моему И Не Познавал Ее Более Во Время Родов Ее Оказалось Что Бабка И Навязала Ему На Руку Красную Нить Сказав Этот Вышел Первый Но Он Возвратил Руку Свою И Вот Вышел Брат Его И Она Сказала Как Ты Расторг Себе Преграду И Наречено Имя Ему Форес Потом Вышел Брат Его С Красной Нитью На Руке И Наречено Имя Ему Зара Бытие 39 И Иосиф Египтянин Патифар Царедворец Фараонов Начальник Телохранителей И Был Господь С Иосифом Он Был Успешен В делах И Жил В Доме Господина Своего Египтянина И Увидел Господин Его Что Господь С Ним И Что Всему Что Он Делает Господь В Руках Его Дает Успех И Снискал Иосиф Благоволение В очах Его И Служил Руки Его И С Того Времени Как Он Поставил Его Над Домом Своим И Над Всем Что Имел Господь Благословил Дом Египтянина Ради И И И Было Благословение Господе На Всем Что Имел Он В Доме И В Поле Его И Оставил Он Все Что Имел В Руках И И Не Знал При Нем Ничего Кроме Хлеба Которые Он Ел И Иосиф Был Красив Станом И Красив Лицом И Обратила Взоры На Иосифа Жена Господина Его И Сказала Спи Со Мною Но Он Отказался И Сказал Жене Господина Своего Вот Господин Мой Не Знает При Мне Ничего В Доме И Все Что И И Отдал В Мои Руки Нет Больше Меня В Доме Сем И Он Не Запретил Мне Ничего Кроме Тебя Потому Что Ты Жена Ему Как Ж Сделаю Я Сие Великое Зло И Согрешу Пред Богом Когда Так Она Ежедневно Говорила Иосифу А Он Не Слушался Ее Чтобы Спать С Не И С С С С С С С Один День Что Он Вошел В Дом Делать Дело Своё А Никого Из Домашних Тут В Доме Не Было Она Схватила Его За Одежду И Сказала Ложись Со Мною Но Он Оставив Одежду Свою В Руках Ее Побежал И Выбежал Вон Она Ж Увидев Что Он Оставил Одежду Свою В Руках Ее И Побежал Вон Кликнула Домашних Своих И Сказала Им Так Посмотрите Он Привел К нам Еврея Ругаться Над Нами Он Пришел Ко Мне Чтобы Лечь Со Мною Но Я Закричала Громким Голосом И Он Услышав Что Я Подняла Вопль Закричала Оставил У Меня Одежду Свою Побежал Выбежал Вон И Оставила Одежду Его У Себя До Прихода Господина Его В Дом Свой И Пересказала Ему Те Же Слова Говоря Раб Еврей Которого Ты Привел К нам Приходил Ко Мне Ругаться Надо Мною И Говорил Мне Лягу Я С Тобою Но Когда Услышал Что Я Подняла Вопль И Закричала Он Оставил У Меня Одежду Свою И Бежал Вон Когда Господин Его Услышал Слова Жены Своей Которые Она Сказала Ему Говоря Так Поступил Со мной Раб Твой То Воспылал Гневом И Взял Иосифа Господин Его И Отдал Его В темницу Где Заключен Узники Царя И Был Он Там В темнице И Господь Был С Иосифом И Простер К нему Милость И Даровал Ему Благоволение В очах Начальника Темницы И Отдал Начальник Темницы В руки Иосифа Всех Узников Находившихся В темнице И Во всем Что Они Там Не Делали Он Был Распорядителем Начальник Темницы И Не Смотрел Ни Зачем Что Было У Него В руках Потому Что Господь Был С Иосифом И Во всем Что Он Делал Господь Давал Успех Бытие Глава 40 После Сего Виночерпи Царя Египетского И Хлебодар Провинились Перед Господином Своим Царем Египетским И Прогневался Фараон На Двух Царедворцев Своих На Главного Виночерпи И На Главного Хлебодара И Отдал И Под Стражу В дом Начальника Телохранителей В темницу В место Где Заключен Был Иосиф Начальник Телохранителей Приставил К ним Иосифа И Он Служил Им И Пробыли Они Под Стражей Несколько Времени Однажды Виночерпи И Хлебодару Царя Египетского Заключенным В темнице Виделись Сны Каждый Свой Сон Обоим В одну Ночь Каждому Сон Особенного Значения И Пришел К ним Иосиф Поутру Увидел И И Вот Они В Смущении И Спросил Он Царедворцев Параоновых Находившийся С ним В доме Господина Его Под Стражей Говоря А чего У вас Сегодня Печальные Лица Они Сказали Ему Нам Видели Сны А Истолковать Их Некому Иосиф Сказал Им Не От Бога Ли Истолкование Расскажите Мне Рассказал Главный Виночерпи Иосиф Сон Свой И Сказал Ему Мне Снилось Вот Виноградная Лоза Передо Мною На Развелась Показался На ней Свет Выросли И Созрели На ней Ягоды И Чаша Фараонова В руке У меня Я Взял Ягод Выжил Их В чашу Фараонова И Подал Чашу В руку Фараону И Сказал Ему Иосиф Вот Истолкование Его Три Ветви Это Три Дня Через Три Дня Фараон Вознесет Главу Твою И Возвратит Тебя На место Твое И Ты Подашь Чашу Фараону В руку Его По Прежнему Обыкновению Когда Ты Был У него Виночерпием Вспомни Же Меня Когда Хорошо Тебе Будет И Сделай Мне Благодеяние И Упомяни Обо Мне Фараону Выведи Меня Из Этого Дома Ибо Я Украден Из Земли Евреев А Также И Здесь Ничего Не Сделал За Чтобы И Сказал Иосифу Мне Так же Снилось Вот На голове У меня Три Корзины Решетчатых В верхней Корзине Всякая Пища Фараонова Изделия Пекаря И Птицы Небесные Клевали Ее Из Корзины На голове Моей И Отвечал Иосиф И Сказал Ему Вот Истолкование Его Три Корзины Это Три Дня Через Три Дня Фараон Снимет С тебя Голову Твою И Повесит Тебя На Дерево И Птицы Небесные Будут Клевать Плоть Твою С тебя На Третий День Рождения Фараон Сделал Он Пир Для Всех Слуг Своих И Вспомнил О Главном Виночерпии И Главном Хлебодаре Среди Слуг Своих И Возвратил Главного Виночерпия На Прежнее Место И Он Подал Вспомнил Главный Виночерпий Об И Иосифе Но Забыл Его Бытие Глава 41 По Прошествии Двух Лет Фараон Уснилось Вот он Стоит У реки И Вот Вышли Из реки Семь Коров Хороших Видом И Тучных Плотью И Паслись В тростнике Но Вот После Них Вышли Из реки Семь Коров Других Худых Видом И Тощих Плотью Коровы Худые Видом И Тощие Плотью Семь Коров Хороших Видом И Тучных И Проснулся Фараон И Заснул Опять И Снилось Ему В другой Раз Вот На Одном Стебле Поднялось Семь Колосьев Тучных И Хороших Но Вот После Них Выросло Семь Колосьев Тощих И Сушеных Восточным Ветром И Пожрали Тощие Колосья Семь Колосьев Тучных И Полных И Проснулся Фараон И Понял Что Это Сон Утром Смутился Дух Его И Послал Он И Призвал Всех Волхвов Египта И Всех Мудрецов Его И Рассказал Фараон Сон Свой Но Не Было Никого Кто Бы Истолковал Его Фараону И Стал Говорить Главный Виночерпи Фараону И Сказал Грехи Мои Вспоминаю Я Ныне Фараон Прогневался На Рабов Своих И Отдал Меня И Главного Хлебодара Под Стражу В Дом Начальника Телохранителей И Снился Нам Сон В Одну Ночь Мне И Ему Каждому Снился Сон Особенного Значения Там же Был С Нами Молодой Еврей Раб Начальника Телохранителей Мы Рассказали Ему Сны Наши И Он Истолковал Нам Каждому Соответственно С Его Сновидением И Как Он Истолковал Нам Так И Сбылось Я Возвращен На Место Мое А Тот Повешен И Послал Фараон И Позвал Иосифа И Поспешно Вывели Его Из Темницы Он Астригся И Переменил Одежду Свою И Пришел К Фараон Фараон Сказал Иосифу Мне Толковать Сны И Отвечал Иосиф Фараон Говоря Это Не Мое Бог Даст Ответ Во благо Фараон И Сказал Фараон Иосифу Мне Снилось Вот Стою Я На Берегу Реки И Вот Вышли Из Реки Семь Коров Тучных Плоти И Хороших Видом И Паслись В тростнике Но Вот После Них Вышли Семь Коров Других Худых Очень Дурных Видом И Тощих Плоти Я Не Видал Во всей Земле Египетской Таких Худых Как Они И Съели Тощие Худые Коров Прежних Семь Коров Тучных И Вошли Тучные В Утробу Их Но Неприметно Было Что Они Вошли В Утробу Их Они Были Так же Худы Видом Как И Сначала И Я Проснулся Потом Снилось Мне Вот На Одном Стебле Поднялись Семь Колосьев Полных И Хороших Но Вот После Них Выросло Семь Колосьев Тонких Тощих И Сушеных Восточным Ветром И Пожрали Тощие Колосья Семь Колосьев Хороших Я Рассказал Это Волхвам Но Никто Не Изъяснил Мне И Сказал Йосиф Фараону Сон Фараонов Один Что Бог Сделает То Он Возвестил Фараону Семь Коров Хороших Это Семь Лет И Семь Колосьев Хороших Это Семь Лет Сон Один И Семь Коров Тощих И Худых Вышедших После Тех Это Семь Лет Также И Семь Колосьев Тощих И Сушеных Восточным Ветром Это Семь Лет Голода Вот Почему Сказал Я Фараону Что Бог Сделает Во всей земле Египетской После них Настанут Семь Лет Голода И Забудется Все Тое Изобилие В земле Египетской И Стащит Голод Землю И Неприметно Будет Прежнее Изобилие На земле По причине Голода Который Последует Ибо Он Будет Очень Тяжел А Что Сон Повторился Фараону Дважды Это Значит Что Сие Истина Слово Божие И Что Вскоре Бог Исполнит Сие И Ныне Да Усмотрит Фараон Мужа Разумного И Мудрого И Да Поставит Его Над Землею Египетскую Да Повелит Фараон Поставить Над Землею Надзирателей И Собирать В семь Лет Изобилия Пятую Часть Всех Произведений Земли Египетской Пусть Они Берут Всякий Хлеб Этих Наступающих Хороших Годов И Запас Для Земли На Семь Лет Голода Которые Будут Земле Египетской Дабы Земля Не Погибла От Голода Сие Понравился Фараон И Всем Слугам Его И Сказал Фараон Слугам Своим Найдем Ли Мы Такого Как Он Человека В Котором Был Дух Божий И Сказал Фараон И Иосиф Так Как Бог Открыл Тебе Все Только Престолом Я Буду Больше Тебя И Сказал Фараон Иосиф Вот Я Поставляю Тебя Над Сею Землю Египетскую И Снял Фараон Перстень Своей С Руки Своей И Надел Его На Руку И Иосиф Одел Его Весонные Одежды Возложил Золотую Цепь На Шею Его Велел Вести Его На Второй Своих Колесниц И Провозглашать Перед Ним Преклоняйтесь И Поставил Его Над Всей Землей Египетской И Сказал Фараон Иосифу Я Фараон Без Тебя Никто Не Двинет Ни Руки Своей Ни Ноги Своей Во Всей Земле Египетской И Нарек Фараон Иосифу Имя Саф Наф Панях И Дал Ему Жену Осинефу Дочь Потифера Жреца Иосифу Было Тридцать Лет От Рождения Когда Он Предстал Перед Лесо Фараона Царя Египетского И Вышел Иосиф От Леса Фараона И Прошел По всей Земле Египетской Земля Ж В Сем Лет Из Из Обилия Приносила Из Зерна По Горсти И Собрал Он Всякий Хлеб Семи Лет Которые Были Плодородны В Земле Египетской И Положил Хлеб В Городах В Каждом Городе Положил Хлеб Полей Окружающих Его И Скопил Иосиф Хлеба Весьма Много Как Песку Морского Так Что Перестало Считать Ибо Не Стало Счета До Наступления Годов Голода У Иосифа Родились Два Сына Которых Родила Ему Осенефа Дочь Потифера Жреца Илиопольского И Нарек Иосиф Имя Первенцу Монассия Потому Что Говорил Он Бог Дал Мне Забыть Все Несчастья Мои И Весь Дом Отца Моего А Другому Нарек Имя Ефрем Потому Что Говорил Он Бог Сделал Меня Плодовитым В Земле Страдания Моего И Прошли Семь Лет Изобилия Которое Было В Земле Египетской И А во всей Земле Египетской Был Хлеб Но Когда И Вся Земля Египетская Начала Терпеть Голод То Народ Начал Вопиять Фараону О Хлебе И Сказал Фараон Всем Египтянам Пойдите К Иосифу И Делайте Что Он Вам Скажет И Был Голод По Всей Земле И Отворил Иосиф Все Житницы И Стал Продавать Хлеб Египтянам Голод Усиливался В Земле Египетской И Всех Стран Приходили В Египет Покупать Хлеб У Иосифа И Голод Усилился По Всей Земле Бытие Глава 42 И Узнал Иаков Что В Египте Есть Хлеб И Сказал И Яков Сыновьям Своим Что Вы Смотрите И Сказал Вот Я Слышал Что Есть Хлеб В Египте Пойдите Туда И Купите Нам Оттуда Хлеб Чтобы Нам Жить И Не Умереть Десять Братьев Иосифовых Пошли Купить Хлеб В Египте А Вениамина Брата Иосифова Не Послал Яков С Братьями Его Ибо Сказал Не Случилось Б С Ним Беды И Пришли Сыны Израилю Покупать Хлеб Вместе С Другими Пришедшими Всему Народу Земли Братья Иосифа Пришли И Поклонились Ему Лицом До Земли И Увидел Иосиф Братьев Своих И Узнал Их Но Показал Будто Не Знает Их И Говорил С Ними Сурово И Сказал Им Откуда Вы Пришли Они Сказали Из Земли Ханаанской Купить Пищи И Иосиф Узнал Братьев Своих Но Они Не Узнали Его И Вспомнил Иосиф Сны Которые Снились Ему О Них И Сказал Им Вы Соглядатые Вы Пришли Вы Смотреть Наготу Земли Сей Они Сказали Ему Нет Господин Наш Рабы Твои Пришли Купить Пищи Мы Все Дети Одного Человека Мы Люди Честные Рабы Твои Не Были Соглядатые Он Сказал Нет Вы Пришли Вы Смотреть Наготу Земли Сей Они Сказали Нас Рабов Твоих Двенадцать Братьев Мы Сыновья Одного Человека В земле Хананской И Вот Меньше Теперь С Отцом Нашим Одного Не Стало И Сказал Им Иосиф Это Самое Я И Говорил Вам Сказав Вы Соглядатые Вот Как Вы Будете Испытаны Клянусь Жизнью Параона Вы Не Идет Брата Вашего А Вы Будете Задержаны И Откроется Правда Ли У Вас Если Нет То Клянусь Жизнью Параона Что Вы Соглядатые Я Дал Их Под Стражу На Три Дня И Сказал Им Иосиф Третий День Вот Что Сделайте И Останетесь Живы Ибо Я Боюсь Бога Если Вы Люди Честные То Один Брат Из Вас Пусть Содержатся В доме Где Вы Заключены А Вы Пойдите Отвезите Хлеб Ради Голода Семейств Ваших Брата Жа Вашего Меньшего Приведите Ко Мне Чтобы Оправдали Слова Ваши И Чтобы Не Умереть Вам Так Они И Сделали И Говорили Один Друг Другу Точно Они Мы Наказываемся За грех Против Брата Нашего Мы Видели Страдания Души Его Когда Он Умолял Нас Но Не Послушали Его Зато И Постигло Нас Горе Сие Рувим Отвечал Им И Сказал Не Говорил Ли Я Вам Не Грешите Против Отрока Но Вы Не Послушались Вот Кровь Его Взыскивается А Того Не Знали Они Что Иосиф Понимает Ибо Между Ними Был Переводчик И Отошел От них Иосиф И Заплакал И Возвратился К ним И Говорил С Ними И Взяв Из Них Симеона Связал Его Перед Глазами И И Приказал Иосиф Наполнить Мешки Хлебом А Серебро Их Возвратить Каждому Мешок Его И Дать Им Запасов На Дорогу Так И Сделано С Ними Они Положили Хлеб Свой На Ослов Своих И Пошли Оттуда И Открыл Один Из Мешок Свой Чтобы Дать Корм Ослу Своему На Ночлеге И Увидел Серебро Своё В Отверстие Мешка Его И Сказал Своим Братьям Серебро Мое Возвращено Вот Оно В мешке У Меня И Смутилось Сердце Их И Они Стрепетом Друг Другу Говорили Что Это Бог Сделал С Начальствующий На той Землею Говорил С нами Сурово И Принял Нас За Соглядатая В Земли Той И Сказали Мы Ему Мы Люди Честные Мы Не Были Соглядатаями Нас Двенадцать Братьев Сыновей У Отца Нашего Одного Не Стало А Меньше Теперь С Отцом Нашим В Земле Хана Анской И Сказал Нам Начальствующий На Той Землею Вот Как Узнаю Я Честные Ливы Люди Оставьте У Меня Одного Брата Из Вас А Вы Возьмите Хлеб Ради Голода Семейств Ваших И Пойдите И Приведите Ко Мне Меньшего Брата Вашего И Узнаю Я Что Вы Не Соглядатая Но Люди Честные Отдам Вам Брата Вашего И Вы Можете Промышлять В Они Узлы Серебра Своего Они И Отец И И И И И И Сказал Им Яков Отец И Вы Лишили Меня Детей И И И И Симеона Нет И Вениамина Взять Хотите Все Это На Меня И Сказал Рувим Отцу Своему Говоря Убей Двух Моих Сыновей Если Я Не Приведу Его К Тебе Отдай случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб. Бытие глава 43. Голод усилился на земле. И когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им, пойдите опять купите нам немного пищи. И сказала ему Иуда, говоря, тот человек решительно объявил нам, сказав, не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищу. А если не пошлешь, то не пойдем. Ибо тот человек сказал нам, не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с нами. Израиль сказал, для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат? Они сказали, расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря, жив ли еще отец ваш, если у вас брат. Мы рассказали ему по этим расспросам. Могли ли мы знать, что он скажет, приведите брата вашего? Иуда же сказал Израилю, отцу своему, отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю перед лицом твоим, то останусь я виновным перед тобой во всей дней жизни. Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза. Израиль, отец их, сказал им, если так, то вот что сделайте. Возьмите с собой плодов земли сей и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама и несколько меду, стеракса и ладану, фисташков и миндальных орехов. Возьмите и другое серебро в руки ваши, а серебро, обратно положенное в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими. Может быть, это недосмотр. И брата вашего возьмите, и встав, пойдите опять к человеку тому. Бог же всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уж быть бездетным, то пусть буду бездетным. И взяли эти люди, дары эти, и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и встали, пошли в Египет и предстали пред лицо Иосифа. Иосиф, увидев между ними Вениамина, брата своего, сына матери своей, сказал начальнику дома своего, введи сих людей в дом и заколи что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мной будут есть эти люди в полдень. И сделал человек тот, как сказал Иосиф, и ввел человек тот людей сих в дом Иосифов. И испугались люди эти, что ввели их в дом Иосифов. И сказали, это за серебро, возвращенное прежде в мешки наши, ввели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас, и взять нас в рабство и ослов наших. И подошли они к начальнику дома Иосифову и стали говорить ему у дверей дома. И сказали, послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищу. И случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, вот серебро каждого в отверстие мешка его, серебро наше по весу его, и мы возвращаем его своими руками. А для покупки пищи мы принесли другое серебро в руках наших. Мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки наши. Он сказал, будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Серебро ваше дошло до меня и привел к ним Симеона. И ввел тот человек людей сих в дом Иосифов. И дал воды, и они омыли ноги свои, и дал корму ослам их. И они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень, ибо слышали, что там будут есть хлеб. И пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились ему на земле. Он спросил их о здоровье, и сказал, здоров ли отец ваш, старец, о котором вы говорили, жив ли еще он? Они сказали, здоров раб твой, отец наш, еще жив. Он сказал, благословен человек сей от Бога. И преклонились они, и поклонились. И поднял глаза свои Иосиф, увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал, это брат ваш меньше, о котором вы сказали мне. И сказал, да будет милость Божия с тобою, сын мой. И поспешно удалился Иосиф, потому что воскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать. И вошел он во внутреннюю комнату, и плакал там. И умыв лицо свое, вышел, и скрипился, и сказал, подавайте кушанье. И подали ему особо, им особо, и египтянам, обедавшим с ними особо, ибо египтяне не могут есть все время, потому что это мерзость для египтян. И сели они перед ним, первородный по первородству его, и младший по молодости его, и дивились эти люди друг перед другом. И посылались им кушанье от него, и доля Вениаминова была в пятеро больше, долей каждого из них, и пили, и довольно пили они с ним. Бытие, глава 44. И приказал Иосиф начальнику дома своего, говоря, наполни мешки этих людей пищей, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его, а чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему, вместе с серебром закупленный им хлеб, и сделал тот по слову Иосифа, которое сказал он. Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего, ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро, для чего украли у меня серебряную чашу, не та ли это, из которой пьет господин мой? И он гадает на ней, худо это вы сделали. Он догнал их и сказал им эти слова. Они сказали ему, для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела. Вот серебро найдено нами в отверстие мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли ханаанской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? У кого из рабов твоих найдется чаша, тому смерть, и мы будем рабами господину нашему. Он сказал, хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете невиновны. Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим, и нашлась чаша в мешке Вениаминовым. И разодрали они одежды свои, и возложив каждый на ослов своего осла ношу, возвратились в город. И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали пред ним на землю. Иосиф сказал им, что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает? Иуда сказал, что нам сказать, господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих, вот мы рабы, господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. Иосиф сказал, нет, я этого не сделаю, тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему. И подошел Иуда к нему и сказал, господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря, есть ли у вас отец или брат? Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый, и у него младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от отца матери своей, и отец любит его. Ты же сказал рабам твоим, привезите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему, отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то сей умрет. Но ты сказала рабам твоим, если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являетесь ко мне на лицо. Когда мы пришли к рабу твоему отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего. И сказал отец наш, пойдите опять, купите нам немного пищи. Мы сказали, нельзя нам идти, а если будет с нами меньше брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего. И сказал нам раб твой, отец наш, вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов, один пошел от меня, и я сказал, верно он растерзан, и я не видал его до ныне. Если из сего возьмете от глаз моих и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб. Теперь, если я приду к рабу твоему отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои седину раба твоего отца нашего с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав, если не приведу его к тебе и не поставлю его перед тобою, то останусь я виновным перед отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? И увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего.